Добрый вечер всем. Меня зовут Даша Андреева и я хочу сегодня вам рассказать о культуре согласия. Что это такое? Культура согласия или consent culture по-английски это в узком смысле комплекс наших каких-то убеждений, привычек в поведении и направленных на то, чтобы любое наше сексуальное взаимодействие с другим человеком происходило по осознанному и обоюдному согласию. В широком смысле этот термин употребляют примитивно к вообще любым взаимодействиям между людьми, но я сегодня сосредоточусь на узкой теме и буду говорить о культуре согласия только в применении к вещам, так или иначе связанных с сексом. Сама по себе мысль о том, что секс должен происходить с согласия и желания всех участников, а вовлечение другого человека в какое-то сексуальное взаимодействие, которого он не хочет, это что-то дурное, абсолютно не нова и, я думаю, в пояснениях не нуждается, ну, по крайней мере, в этой аудитории. Однако, как говорится, дьявол тут в деталях, потому что не существует единого мнения одинакового для всех о том, что считать согласием. На этот счет у нас нет консенсуса. И вот сегодня я в своей лекции буду говорить о том, как разные люди и сообщества людей общаются о сексе, о насилии, о согласии, какие существуют представления о том, каким должно быть это общение, какие законы существуют на этот счет в разных местах. Это очень важный слайд, я прошу на него обратить сейчас особенное внимание, потому что иначе будет, может быть, сложновато понять лекцию. Когда мы говорим о любом абсолютно комьюнити людей и о любых абсолютно правилах, у нас всегда есть какое-то обычное человеческое поведение, вот какое-то общепринятое, которое кажется нам стандартным, всегда есть какие-то люди, которые выбиваются из него, да, и чье поведение кажется нам из ряда вон выходящим, ужасным, отвратительным. И на фоне вот этого обычного поведения, обычно у людей есть еще и представление о правильном, которым это обычное поведение не соответствует. Почти никто из людей не действует на 100% согласно своим убеждениям. То есть, как правило, наши представления, они отстоят на какое-то расстояние от наших действий. И еще выше представлений есть закон, есть закон, есть закон, который вообще абсолютно конкретен. То есть, если тут у нас много вариантов, то их все меньше и меньше. Закона вообще один на всех, но и который имеет определенную предписательную силу, то есть он говорит нам, как надо. Вот, например, если мы поговорим о правилах дорожного движения, да, то у нас есть какая-то наша привычная, обычное поведение водителей на дорогах. Они там паркуются где попало, не выключают поворотники, могут проехать на мигающий зеленый. Ну, как бы есть маргинальное поведение. Например, как бы через двойную сплошную на красный, это уже по любым меркам абсолютно неадекватное поведение. И при этом есть определенное общественное мнение насчет того, как нужно вести себя на дорогах, которое сходится на том, что, например, не включать поворотники очень плохо, а вот парковаться под знаком, ну, это как бы так вот жизнь у нас доставила. А есть закон, да, есть правила дорожного движения, которые запрещают и то, и другое. То есть мы видим, что на разных уровнях, что наше поведение отличается от наших представлений о нашем правильном поведении, которые, в свою очередь, отличаются от закона. И всегда получается, что есть какие-то предписанные правила, есть мнение по поводу этих правил и какое-то наше внутреннее представление о том, какие правила нужно соблюдать, а какие не нужно. Есть реальное поведение, которое отличается даже от нашей модели, от наших представлений. И сейчас мы видим, что точно такая же история, как с правилами дорожного движения, происходит у нас с согласием и с насилием. Если мы посмотрим на историю вопроса через призму истории, то мы обнаружим, что представление о насилии, оно как бы постепенно эволюционировало. Нет такого, что было какое-то единое, неизменное представление о насилии. В средние века насилие считалось просто порчей ценного имущества. Вот у нас есть имущество женщина, а если ее изнасиловали, это ущерб имуществу, вот как вазу разбить или деньги украсть. И потом это представление постепенно эволюционировало до того, что сексуальное насилие – это посягательство на личную свободу и неприкосновенность незамужней только женщины. И в конце концов постепенно расширилось до понимания, что вне зависимости от гендера, социального статуса, предыдущих отношений между насильником и его жертвой, конкретного способа сексуального взаимодействия, любое такое взаимодействие, обсутствие добровольного осознанного согласия участников является насилием, является чем-то плохим. В разных странах это представление сейчас находится в разных точках. У нас есть как бы как страны там вроде ИГИЛ, в которых представления абсолютно средневековые, или как страны вроде Индии, где представления уже менее средневековые, но все еще далеки от нормальных даже по нашим меркам. Есть прогрессивные страны вроде Канады, есть Украина, которая находится там где-то посередине. Если мы посмотрим на украинский закон, на статью 152 Криминального кодекса и соответствующее постановление Пленума Верховного суда, постановление Пленума Верховного суда это такие разъяснения по поводу статьи и кодекса, то мы увидим, что изнасилование определяется как Этот закон сам по себе абсолютно очевидно дискриминационный, но это тема отдельной лекции, а сейчас нас в нем интересует вот эта вот формулировка «Суперечь об изгнорировании воли потерпелой особы», то есть против или с игнорированием воли потерпевшего. Дело в том, что никакого абсолютно определения тому, что такое игнорирование воли, ни в Криминальном кодексе, ни в постановлениях Пленума не дается. Тем не менее, эта формулировка очень важна, потому что она сама предполагает, что тот человек, который не хочет сейчас какого-то сексуального взаимодействия, должен выразить некую свою волю, которую второй человек может игнорировать или не игнорировать. То есть фокус внимания и фокус ответственности находятся на том человеке, который не хочет в данный момент сексуального взаимодействия. И вот такая вот модель взаимодействия, в которой ответственность за выражение своей воли находится на том человеке, который не хочет взаимодействовать, называется модель «нет, значит нет». И вот это то, что мы видим в Украине на уровне закона. Давайте теперь спустимся на уровень ниже, на уровень наших представлений, на уровень нашего поведения и посмотрим, какие представления о сексе и насилии существуют в нашем обществе. Как мы об этом говорим, что считается нормативным, что считается не очень нормативным. К сожалению, в нашем обществе мы встречаем поведение, которое даже в модель нет-значит-нет не укладывается. Какие конкретно есть проявления? Во-первых, это обвинение жертвы. Когда мы говорим о проблеме сексуального насилия, в подавляющем большинстве случаев мы сталкиваемся с большим количеством мнений о том, что жертва сама виновата. Она не так одевалась, не там ходила, неправильно накрасилась, слишком провокационно себя вела, неправильно танцевала, зашла в пирюлок, в который не надо было заходить, села в машину, в которую не надо было садиться. То есть происходит, опять же, фокус внимания, он весь на пострадавшем человеке, обсуждается его поведение, и что же он сделал не так, что с ним случилась такая плохая ситуация. А насильник остается как бы в зоне умолчания, его не обсуждают, о нем ничего не говорят. Вторая проблема – это недоверие к жертве в целом и категоризация насилия. Как будто существует такое насилие и не такое насилие. Например, существует представление о том, что если тебя изнасиловал человек, с которым ты встречался, ну, это же нормально, это его право, у вас был секс позавчера, и ты хотела, а сегодня ты не хочешь, ну, какое-то же это насилие. Это не такое насилие. Нет. Также есть проблема, например, восприятия секса как какого-то супружеского долга, как какой-то обязанности супругов. По поводу, как бы, согласия тут вообще не обсуждается, это ваш долг, делайте это. Проблема также находится в зоне размытия того, что такое согласие, что такое несогласие, что значит нет, что значит да. Мы постоянно с этим сталкиваемся на бытовом уровне. Вот эта вот просто картинка из интернета по вопросу, по запросу женщина нет. Да, то есть мы сразу получаем демотиватор, который как бы предполагает, что нет может означать да. И это размывает само по себе представление наше о том, о словах нет, значит да, и о словах нет, о слове да, и о том, что они означают. И, например, молчание очень часто трактуется как согласие. Молчание – знак согласия, если человек ничего не говорил, значит он согласен. То есть мы видим, что в реальности есть вещи, которые противоречат даже нашей модели из закона. И понятно, что на практике мы встречаем людей, чьи убеждения даже еще более опасны и травматичны для потенциальной жертвы, чем те, которые я сейчас описала. Если мы обобщим, то мы увидим, что вся вот эта коммуникация, о которой я говорю, это так называемая культура изнасилования. Этот термин очень резкий, он у многих людей вызывает отторжение. Я его сейчас использую просто за неимением лучшего. Что включает в себя культура изнасилования? Неявную предпосылку, что почти все вокруг по умолчанию хотят секса со всеми. А ситуация, когда человек не хочет секса, это нечто из ряда вон выходящее, что требует специальной коммуникации, да, некой из ряда вон выходящей коммуникации. Во-вторых, она предполагает, что отсутствие явно выраженного несогласия трактуется как согласие. То есть если человек не говорил четко нет, если он молчал, мялся, был не уверен, это трактуется как согласие. Ответственность за выражение несогласия целиком и полностью лежит на том человеке, который в данный момент не хочет взаимодействия. Согласие сегодня означает согласие всегда. И тот человек, который в текущий момент хочет сексуального взаимодействия, он вообще не обсуждается, и он как бы не обязан проверять, хочет этого вторая сторона или не хочет. Очень часто люди говорят, ну окей, конечно, виктимблейминг это проблема. Конечно, то, что кто-то игнорирует сказанное ему в лицо слово нет, это проблема. Но сама-то по себе модель нет, значит нет. Чем она вообще плоха? В чем проблема? Давайте избавимся от виктимблейминга, давайте избавимся от людей, которые игнорируют сказанное им в лицо нет, но сказать нет – в чем вообще проблема? Какая может быть проблема с тем, чтобы сказать нет? К сожалению, проблемы есть. Далеко не всегда люди могут сказать «нет», и тем более могут сказать «нет» громко или сопротивляться. Какие есть причины, по которым сказать «нет» может быть сложно? Во-первых, это само по себе табуированность темы секса, темы собственных желаний и темы обсуждения секса. У нас большие проблемы с сексуальным образованием, и люди часто просто стесняются вообще об этом говорить, потому что им говорили, что это стыдно, что это неправильно, что хорошие девочки, мальчики такие вещи не обсуждают. И тому подобное. Вторая проблема – это проблема страха, осуждения и огласки. По статистике, три четверти изнасилований совершаются людьми, которые были знакомы с жертвой до того. И только 21% – это абсолютные незнакомцы, вот как-то там на улице, в подворотне, в переулке. И когда происходит какое-то неприятное нам взаимодействие с человеком, которого мы знаем, с которым у нас есть общие знакомые, общие друзья, тем более, у многих людей возникает страх, что он всем расскажет, начнет высмеивать, что люди, которые услышат, скажут, что ты сама дура виновата, что ты не так оделась, не туда пошла, вообще на свет родилась. Есть страх, что люди будут тебя высмеивать. Есть страх, что сами по себе представления, ну как бы навязанные, которые мешают это преодолеть. Например, если вы встречаетесь, у вас должен быть секс, а если ты не занимаешься с человеком сексом, значит ты его не любишь. И это часто используется в качестве даже прямой манипуляции. И это следующая проблема – это проблема эмоционального давления и шантажа. Где мы воспринимаем статусы, социальные статусы других людей по самым разным шкалам. И если человек чувствует, что его социальный статус ниже, чем социальный статус второго человека, ему бывает очень тяжело сказать «нет». Очень тяжело сказать «нет» начальнику. Очень тяжело сказать «нет» человеку, который сильно тебя старше. Очень тяжело сказать нет старшему родственнику, очень тяжело сказать нет человеку, в которого ты сильно влюблен, особенно если ты подросток, и у тебя сильная гормональная перестройка, сильная биохимическая реакция. И опять же тут есть проблема представления о том, и шантажа в стиле, ну раз ты не хочешь, значит ты меня не любишь, все, пока. В-третьих, есть страх перед реакцией ближних. Почему? Потому что коммуникация между детьми и родителями о насилии абсолютно неадекватная, и часто люди говорят вещи типа, начиная от «если тебя изнасилуют, я тебя убью», и заканчивая «если кто-то тебя изнасилует, я его убью». И тут возникает страх, что вдруг он действительно убьет, оба сядут. Ну, то есть говорить страшно. Это не смешно, это не смешно, это абсолютно реальные кейсы. Дальше есть страх превысить пределы самообороны, что ты будешь кричать, будешь сопротивляться, и потом ты же окажешься виноватой. Самое громко известное дело, это дело Татьяны Андреевой. В России в 2012 году Татьяна Андреева ударила ножом человека, который пытался ее изнасиловать. Этот человек через несколько дней умер от полученной раны, а Татьяна была осуждена на 6 лет колонии. И главная проблема, которая мешает нам сказать «нет», это проблема тонической мобилизации. Она же реакция замирания, она же называется freeze response. Что это такое? Это физиологическая реакция на стресс. Когда человек испытывает сильный стресс, то есть два основных типа реакции, которыми люди реагируют на стресс. Первый тип реакции называется «бей или беги» реакция. То есть человек испытывает стресс, и у него прибавляется сила, он начинает бежать быстрее, кричать громче, драться сильнее. Но кроме этой реакции, которая всем известна, есть и реакция замирания. Когда наш мозг от того, что мы испытываем сильный стресс, выделяет ряд гормонов в нашу кровь. И так, что человек наступает в физиологический паралич. Человек в принципе не может пошевелиться, в принципе не может слово вымолвить. Он чувствует себя ватной куклой или замороженным. Люди по-разному описывают это состояние. Это состояние широко известно. Оно описано далеко не только у жертв сексуального насилия, а на примеру солдат. И считается, что по данным американских исследований, от 12 до 50% жертв изнасилования испытали эту самую тоническую мобилизацию, которая мешала им вообще что-либо говорить. Таким образом, мы видим, что модель «нет значит нет» несовершенна. И она как бы оставляет очень большую серую зону, в которой из-за тонической мобилизации, из-за невнимания к невербальным сигналам, из-за страха перед вербальной коммуникацией о сексе, даже не злонамеренный, но просто невнимательный человек может, оставаясь убежденным в том, что он все правильно, хорошо делает, что как бы все довольны, глубоко травмировать другого человека. Просто по незнанию, невниманию, непониманию физиологии, непониманию психологии. Это настоящая трагедия, потому что она приводит к огромному количеству жертв, к ужасным последствиям. И в качестве реакции на вот эти проблемы «модели нет значит нет» и на проблемы коммуникаций возникла так называемая «consent culture» или культура согласия и соответствующая модель законодательства. Модель «да значит да». Что она говорит нам? Она говорит нам, что нужно обращать внимание не на поведение жертвы в первую очередь, а на поведение насильника, если мы обсуждаем преступление, или на поведение человека, который инициирует секс, если как бы все пока хорошо, но мы думаем о том, как сделать так, чтобы не случилось ничего плохого. То есть, да, вместо «не становитесь жертвами насилия», «не становитесь насильниками». Из каких принципов исходит культура согласия? Во-первых, обычно люди не хотят заниматься сексом с любыми другими людьми, поэтому нужно сначала выяснить, хочет ли конкретный человек сексуального взаимодействия с вами здесь и сейчас. Во-вторых, согласием считается только явно выраженное согласие. Отсутствие слова «да», отсутствие согласия следует трактовать как несогласие. Согласие может быть отозвано в любой момент. Человек мог хотеть, например, с вами целоваться, а сексом заниматься не хочет, и это нормально. Он сказал «да», поцелуем, но он не говорит потом «да», сексу. И человек, который инициирует сексуальное взаимодействие, ответственен за то, чтобы проверить, хочет ли этого второй человек, ну или люди. Это как бы его задача выяснить, все в порядке, все хорошо, тебе все нравится, продолжаем. Нет, останавливаемся. Как эта модель проявляется в законах? Давайте посмотрим на несколько примеров. Вот, например, в Канаде сексуальное насилие определяется как сексуальный контакт с другим человеком в отсутствии согласия этого человека. Согласие определяется как добровольное согласие потерпевшего на вовлечение в сексуальную активность, о которой идет речь. Или это Канада, или вот, например, в Британии с 2003 года действует акт о половых преступлениях. Он довольно запутанный для понимания, честно говоря, я первый раз его пришла раз пять, прежде чем понять, что происходит, но я надеюсь, что мы сейчас разберемся. Значит, акт о половых преступлениях говорит, что человек, А, совершает преступление, если он намеренно совершает пенетрацию ануса, вагины или рта другого человека, Б, своим пенисом. Б не соглашался на это, и у А нет веских причин верить, что Б соглашался. При этом согласие означает, что человек соглашается по своему выбору, обладая возможностями и свободой этот выбор совершить. То есть мы понимаем, что, например, ребенок, он не в состоянии этот выбор совершить, он не понимает, о чем идет речь. И также, чтобы определить, были ли у первого человека, у А, причины верить, что второй человек, Б, согласен, нужно учитывать все обстоятельства, включая то, какие активные шаги тот человек, который хотел взаимодействия, предпринял, чтобы убедиться, что Б, что второй человек, на это согласен. Казалось бы, разница в формулировках не такая же большая, но на самом деле она отражает ключевую разницу в моделях «да» значит «да» и моделях «нет» значит «нет». Вспомним украинскую формулировку с игнорированием воли и сравним с канадской «без согласия». Сама формулировка смещает фокус ответственности с того, кто не хочет сексуального взаимодействия, на того, кто его хочет, на инициатора этого взаимодействия. Люди не должны думать о том, как им не стать жертвой насилия. Люди должны думать о том, как случайно не стать насильниками. Теперь давайте поговорим о том, как культура согласия выглядит в коммуникации, как это может проявляться вербально. Британское отделение полиции Thames Wallet Police запустило компанию «Consent is Everything» — «Согласие — это все», которое призвано объяснить и популяризовать культуру согласия. Сейчас я прочитаю чек-лист, список правил, список рекомендаций, которые они предлагают для того, чтобы все было в качестве реализации модели данной практики. Итак, человек, который хочет секса или инициирует секс, ответственен за то, чтобы получить согласие от других участников. Он обязан предпринять активные шаги, чтобы выяснить, хотят с ним заниматься сексом или не хотят. Итак, спросите себя, может ли второй человек сейчас дать свое согласие. Если он находится под действием наркотиков, сильно пьян, спит или без сознания, это значит, что он в данный момент в принципе не может дать согласие. Отстаньте от него, подождите, пока он проснется, протрезвеет, действие наркотиков закончится, и тогда с ним разговаривайте. Кроме того, некоторые люди живут с психическими расстройствами, нарушениями обучения или с какой-то черепно-мозговой травмой. И, возможно, они тоже не имеют возможности дать свое согласие, не понимают, о чем идет речь. Эта ситуация требует специальных уточтений. Вы можете понять, есть ли у вас согласие, наблюдая за языком тела второго человека, а также задавая вербально вопросы. Язык тела часто вызывает смущение, потому что что это такое язык тела, я вообще не знаю, что это. Но если вы можете понять, что чувствует собачка, это значит, что вы понимаете язык жестов, невербальный язык, и вы можете научиться понимать невербальный язык других людей лучше. Для этого есть очень много специальных пособий в интернете. Следующий принцип. Проверяйте каждый раз, когда начинаете новый тип сексуальной активности. Да, вот это комикс из интернета, я, к сожалению, не нашла, кто автор. Вот один человек говорит другому, я очень хочу тебя поцеловать. О, он говорит, да, поцелуй меня. Они целуются, и тогда второй человек говорит, хочешь, пойдем в спальню? И он видит, что второй человек задумался, что он не отвечает ни да ни нет, он сомневается. Он говорит, окей, я не хочу двигаться слишком быстро, как бы решай сам, это up to you. Он говорит, о, да, я думаю, что я к этому не очень готов, но не переставай меня целовать, пожалуйста. И они снова целуются, и все счастливы. Следующий принцип. Проверяйте каждый раз, когда вы начинаете любое сексуальное взаимодействие. Да вчера не означает да сегодня. Каждый следующий раз нужно проверять, потому что у людей бывает разное настроение, у них может меняться их позиция, они могут что-то хотеть. Вчера, не хотеть, сегодня. И это нормально. Следите за языком тела и выражением лица, чтобы понять, хочет ли человек с вами взаимодействовать и комфортно ли ему. Это скриншот из детского мультика, который называется «Согласие для детей», и говорит вообще нам не про секс, а про обнимашки. Но вот мы видим, что тут один человек хочет обнять второго, и он бежит такой веселый, а второй, похоже, не очень хочет, чтобы его обнимали. И в этом мультике второй человек остановится и спросит. Если второй человек кажется вам несчастным, вы не уверены, что он согласен, если у него какое-то такое выражение лица, то остановитесь. Спросите, хорошо ли человеку, с которым вы инициируете сексуальный контакт. Спросите, просто тебе хорошо, тебе нравится. Молчание, а также отсутствие слова «нет» не означают согласие. А четкое, свободно данное «да» означает согласие. Так что, сохраняйте спокойствие и спрашивайте согласие. Когда мы говорим о таких фундаментальных изменениях, как изменение коммуникации, или тем более, как изменение закона, всегда возникает такой вопрос, а как мы узнаем, что новая модель будет лучше, чем старая? Как мы поймем, что она хорошая? Может быть, есть какая-то статистика, которая говорит нам, что эта модель лучше старой? К сожалению, такой статистики у нас нет. У нас нет такой статистики, потому что, как правильно сказал Глеб, у нас есть определенная этика экспериментов. Мы не можем просто взять две страны в одной вести одно, законодательство в другое в другое, и посмотреть, как там люди будут жить. Это неэтично. Но когда мы задаем этот вопрос, сама такая постановка вопроса, она смещает фокус внимания и оставляет за кадром нечто очень-очень важное. Мы выпускаем из виду то, что ситуация сегодня очень плоха. Каждая по статистике National Sexual Violence Resource Center в США, каждая пятая женщина и каждый 71 мужчина, как минимум один раз в своей жизни, становится жертвами изнасилования. Это означает миллионы жертв. Я не преувеличу, когда я говорю миллионы. Да, у нас нет статистики в пользу того, что новая модель хороша, но у нас есть абсолютно объективная статистика в пользу того, что с текущей моделью что-то определенно абсолютно не так. Что в текущей модели она не годится, потому что она приводит к вот таким результатам. И мы со всей убедительностью видим, что она приводит к страданиям. И что, нормально? Нет. Кроме того, что у нас есть статистика, которая говорит нам, что сегодняшняя ситуация ненормальна, у нас есть наш опыт, наш опыт исторический. Мы видим, что каждый раз, когда поднимался вопрос каких-то изменений в сфере прав человека, у нас не было статистики. У нас не было статистики о том, что будет, если рабов отпустить. Что будет, если дать женщинам права голоса? У нас не было статистики. Что будет, если начать прививать от оспы? Никто не знал, что будет, если начать прививать от оспы. Казалось, что оспа была всегда, что рабство было всегда, что у женщин никогда не было права голоса. Зачем вообще менять все эти вещи? Они же вроде как работают, но люди, которые проталкивали эти изменения, люди, которые придумали прививку от оспы, люди, которые придумали, что у всех людей должны быть равные права и рабство быть не должно, Но люди, которые говорили, что у женщин должно быть право голоса, они обращали внимание на текущую ситуацию. Они видели страдания и хотели их изменить. И они хотели сделать так, чтобы страданий стало меньше. И я хочу сделать так, чтобы страданий стало меньше. И я очень надеюсь, что моя лекция станет небольшим вкладом в изменение текущей ситуации. В конце я хочу сказать большое спасибо. Во-первых, Алисе Кузнецовой, это моя подруга из Москвы, благодаря которой я осознала масштаб проблемы, связанной с сексуальным насилием, и узнала о существовании культуры согласия. Аня Зябликовой, которая читала лекцию на похожую тему в Харькове, из которой мы делились материалами и обсуждали формулировки. И, конечно, 15 на 4 Киев, которые очень поддержали меня в моем желании эту лекцию сделать, позвали меня сюда и дали мне такую возможность. И, конечно, большое спасибо всем вам за ваше внимание. На моем последнем слайде сейчас будут ссылки на дополнительные материалы, если вам интересно, а я готова ответить на ваши вопросы. Вот скажите, пожалуйста, я, как бы, про Виккин Брэмин, я согласен на вашу лекцию. А скажите, вот какая, по ваше мнение, вообще роль объективного поведения жертвы? Вот она какая-то есть? Настолько я просто понял, вы ее вообще не берете до нуля? Смотрите, тут вопрос просто приоритетов. Конечно, есть какие-то правила, которые в текущей ситуации вроде как разумнее соблюдать, чем не соблюдать. У меня растет сын, и я просто учу его не насиловать. Но если бы у меня была дочка, я бы учила ее не садиться в машины с незнакомыми людьми. Но я считаю, что сама по себе необходимость говорить с девочками о том, ну и не только с девочками, о том, чего им не нужно делать, чтобы не стать жертвами насилия, это следствие более глобальной проблемы. Это следствие проблемы того, что насилие вообще есть, и того, как к нему относятся в обществе. И если мы решим глобальную проблему, у нас необходимость говорить о вективном поведении, она как бы отпадет сама по себе. И решать проблему вективного поведения, не решая более глобальную проблему насилия и восприятия в обществе, это все равно, что лечить какой-то симптом, вместо того, чтобы лечить заболевание. Все равно, что взять человека, который болен оспой, и начать ему там закрашивать эти пятнышки на коже. Ну а что, хорошо выглядит? Мне заинтересовал один пункт в вашей лекции по поводу того, что сексуальное взаимодействие не все хотят. Есть человек, дядя Фройд, который говорил, что если вот так спускаться по треугольничку, потребностей, что все основывается на, по сути, желании секса, желании размножаться. И это как есть двигатель, ну, по сути, планеты, человеческий двигатель. Так вот, я вот и спрашиваю, можете обосновать это? Проблема с Фрейдом в том, что он не проводил научных исследований. Как бы у него были теории, и у него были клиенты, с которыми он работал в рамках этих теорий, и результаты его работы противоречивы. Поэтому я, ну, как бы не согласна, что идея Фрейда – это какой-то такой непоколебимый камень, который мы не можем игнорировать. Потому что с тех пор мы намного больше узнали о психологии поведения, и, насколько я знаю, современное представление о психологии человека вовсе не считает, что в основе всего поведения лежит сексуальное желание. То есть это просто устаревшая идея. Есть такое понятие, его ввел Эрик Берн, ну, как психологические игры. И во время этой психологической игры очень много раскрывается, очень много переживаний. В частности, во время секса. Вот эта позиция жертвы охотника, они постоянно меняются. А потом ретроспективно уже, ну, люди уже когда вот закурить, они вот решают, что было классно. Так вот и вопрос, кто судьи? Судья всегда человек, который участвовал в этом взаимодействии, чувствует себя либо хорошо, либо плохо. Культура согласия не отрицает, ну, там, ролевых игр во время секса или, там, БДСМ, например, сессий. Вопрос только просто в том, чтобы играть в эти игры только с человеком, который тоже их любит. То есть вы можете договориться со своим партнером постоянным по-разному. Он, например, может сказать, а мне вообще не нравится культура согласия, давай у нас лучше будет только стоп-слово. И это нормально, потому что вы вербально друг с другом договорились. Но не нужно переносить приоры с этого партнера, приоры, извините, ну, свои представления, да, с одного конкретного человека, который вам описал свои конкретные предпочтения на всех. Когда мы говорим о культуре согласия, мы говорим о том базисе, который нужен нам для взаимодействия с людьми, которых мы не знаем. С любым вашим человеком, которого вы уже знаете, которого вы уже спрашивали, вы можете договориться о любых других правилах. Это ваше личное дело вас двоих. Главное, чтобы эти правила были безопасными, и чтобы у обоих партнеров была возможность прекратить то взаимодействие, которого они в данный момент не хотят. Можете, пожалуйста, вернуть на слайд с украинским законодательством? Здесь говорится о том, что статей износа на межособымой резной стадии. То есть, если тебя изнасилует человек, твоего же пола, это не будет юридически обосновано? Смотрите, у нас кроме статьи 152 в Криминальном кодексе Украины, которая называется «изнасилование», есть статья номер 153, которая говорит, что существуют половые преступления, кажется, такие как удовлетворение половой страсти противоестественным способом или какие-то сексуальные взаимодействия между людьми одного пола или какая-то пенетрация предметами. И эти преступления тоже считаются уголовным преступлением, однако есть разница в сроках. Например, если по статье 152 минимальный срок 3 года, а максимальный 5, то есть за преступление, за изнасилование можно получить от 3 до 5 лет тюремного заключения, то по статье 153 срок до 5 лет. То есть нет никакой нижней границы. И именно вот эта громкая история, которую я упоминала с человеком, демобилизованным из АТО, и с его жертвой, и с 16-летней девушкой, он смог избежать заключения в тюрьму, именно потому что изнасилование было совершено анально, и поэтому это не считается изнасилованием, это не статья 152, а статья 153. Таким образом он смог отделаться штрафом. Это деление на две статьи, оно очень дискриминирующее само по себе, к сожалению, но это тема отдельной лекции. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok